11 сентября произошла одна из самых страшных трагедий за последние 100 лет. Утро двух офисных работников башен-близнецов начиналось как обычно. Майкл Хингсон был слеп с детства. Родители Майкла старались создать все условия для его развития и даже отдали его в обычную школу. После института Майкл работал менеджером по продажам и добился отличных результатов. Незадолго до трагедии он устроился в престижную компанию, офис которой располагался во Всемирном торговом центре. У Майкла был друг-поводырь Лабрадор по кличке Розель. Она безукоризненно выполняла все команды, и в офисе они с Майклом заранее обследовали не только стандартный маршрут, но и изучили пути эвакуации. И в тот день она была рядом. Примерно так же вела себя обычно Солти, собака-поводырь Амара Риверы. Мужчина ослеп за 14 лет до этого из-за глаукомы. Лабрадор умела отлично ориентироваться в Нью-Йорке и знала многие пути маршрута. Когда раздался взрыв, все стало рушиться. Вокруг суетились и кричали люди. Майкл, хозяин Розель, понимая, что не выберется, снял с Розель шлейку и приказал бежать, спасаться самой. Собака убежала, но как оказалось на разведку. Когда она вернулась, то смогла вывезти хозяина с 78-го этажа небоскреба безопасным путем. Десятки человек присоединились к ним по дороге. Амара Риверу в чувство привел звук упавшего со стола компьютера. Он слышал шорох разбросанных бумаг, хруст битого стекла и панические крики коллег. Прочитав про себя молитву, он подозвал Солти, чтобы успокоиться. Собака заметно нервничала, но при этом старалась никуда не отходить от хозяина. Даже когда коллега Риверы предложил забрать у него поводок, Солти не дала это сделать. Собака помнила о своем долге. Лестница была в дыму и полна людей. Чтобы добраться до первого этажа, Майклу и Розель нужно было преодолеть 1463 ступеньки, Амару и Солти чуть меньше. Северная башня Всемирного торгового центра рухнула спустя 102 минуты после атаки. Майкл и Амар со своими псами успели выбраться из здания буквально за несколько минут до того, как оно обрушилось, поднимая гигантское облако пыли.